Полуторагодовалый Аман Гильден несколько часов назад перенес неприятную процедуру. Врачи извлекали из его желудка сережку, которую он умудрился проглотить. Мама мальчика недоумевает, как такое могло произойти, а ребенок все время был у нее на глазах. Он играл у меня на руках сережкой, а потом как-то сумел ее снять. Я даже не успела отреагировать, как он ее проглотил. Женщина немедля вызвала скорую. Малышу повезло. Серега, которую он проглотил, миновала дыхательные пути и попала в желудок. Врачи городской детской больницы провели процедуру, с помощью которой инородное тело вышло из организма ребенка естественным путем. Теперь здоровью Аман Гильден ничего не угрожает. «Два-три года назад был один случай. Девушка проглотила две монеты, там 150 тенге было. 150 тенге, они слиплись, они не удовольствовали эндоскопическую больницу, тогда было оперативное лечение. Через разрез мы удовлетворили оперативное лечение». По словам медиков, с диагнозом «инородное тело в ЖКТ» в городскую клиническую больницу поступает около 300-400 пациентов в год. В прошлом году 40 из них потребовались радикальные меры, инородные предметы извлекали эндоскопическим путем. Такие вещицы сразу попадают в своеобразную коллекцию детской больницы. Как показывает практика, чаще всего дети глотают монеты. В копилке городской клинической больницы монеты номиналом 50, 120 и 10 тенге. Их врачи извлекали из желудков маленьких пациентов. К счастью, в большинстве случаев все заканчивается хорошо. Об этом и свидетельствует данная коллекция. Мама Аман Гельде решила оставить взлополучную серьгу себе. За сыном теперь, говорит она, будет приглядывать лучше. Врачи детской больницы настоятельно просят родителей не оставлять своих детей без присмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова